на телефон когда всех подходил брокер спрашивали кони преимущества перед финансов а у нас есть мобильное приложение какие финансы метод на первые финансы а что дает за что я могу получить в этом мобильном приложении ничего просто свой портфель как маленький клик там более все понятно веб-квик такой да я предпочитаю работать либо ноутбук либо понятно что на компьютере все удобнее и легче ну даже не в этом я сейчас я новую выработал скажу честно у меня есть некоторые остатки денежных средств не связаны с инвест капиталом просто лично личные остатки денежных средств я открыл такой портфель а за финанс который ориентируется на мои же лимиты в рэнкинге и допустим мне очень понравилась ребалансировка этого портфеля что я делаю я файл демо папка в компьютере этот файл туда сгружает из каждая ребалансировка я сгружаю сохраняю файл и соответственно я могу по любому файлу посмотреть что было с рынком какие были риски какой был индекс как он по структуре менялся вообще всяк вообще сам файл дима я их надо сохранять любая ребалансировка она если сохранять файл демо который ты подгрузил не удалять его можно вернуться в любой момент рынке и посмотреть срез что файл демо он же очень информативный там очень много разной информации внутри поэтому я отказался просто от калькулятора где скопировал туда данные и все и сохранил сам файл калькулятора теперь у меня есть файл калькулятора и на рабочем даже не рабочем столе я windows 10 прикрутил всплывающему окну там иконки я прикрутил папку у меня есть и пак и калькулятор сразу открывается там знаешь в одной из иконок и папка где сохраняются файлы демо и это все очень круто выглядит мне нравится сразу такая респектабельность такая скажем солидность солидность своим действием чувствуешь себя таким прошаренным финансистом когда это делаешь но вот благодаря сервису то есть я некоторые нахожу на себя такие новые фишки но здесь частности на этом телефоне есть календарь кругловский где я могу просто элементарно нажать одним пальцем попасть в трансляцию никаких не нужно не приглашаем ничего если у человека есть желание то он может сделать такую вещь и это ну это все легко делается у нас сразу она интегрируется с календарем и она может быть интегрирована с вот такими устройствами как телефон планшет все очень удобно так ну что я предлагаю чуть-чуть тогда пройтись или я ну я хочу записать какой-то видео формат что происходит на мероприятии я посмотрел все послушал послушал из лекции ничего интересного нет может быть тогда интересно не предлагаю может давайте пройдем посмотрим может быть кофе выпьем тоже в нем здесь поближе есть да 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 подразумеваю что так и какие то то что на него давят они тарифы не повышают да просто совсем маленькие тарифы а у финама проблема в том что 42 рубля за сделку при ребалансировке портфеля это 10 тысяч месяцев а если ты у тебя еще небольшой портфель а если у тебя портфель от миллиона то это и больше 10 тысяч месяцев то есть 20-30 тысяч но я считаю что 23 тысяч месяцев если у нас брокера платить это мы пока до этого не доросли мы пока до этого не доросли допустим у тебя есть автомобиль на автомобиль ты тратишь 40 на портфель ты тратишь 20 и того у тебя просто 2 статьи сдержек 60 тысяч в месяц просто уходит вот доход Толик скажи какие тут комиссии брокерские какие у вас комиссии стандартные комиссии 22 рубля за сделку отлично у нас есть уникальный тариф которого наверно ни у кого нет тариф фиксированный сколько стоит 15 в месяц то есть вы можете торговать сколько угодно одна сотая только от московской биржи были зачисляться ну у нас приходил клиент который в прошлом месяце на торговом на 54 тысячи у брокера и когда он узнал что у нас есть фиксированный тариф конечно ему это выгодно раз он занимается на активной торговой у меня 4 тысячи где-то уходят 3-4 тысячи на брокерские комиссии в месяц ну не активно работаете или небольшая сумма активно работаю 15 тысяч может это на год 15 тысяч в месяц ну просто кто-то может на 300 тысяч рублей на торговать на такую комиссию а кто-то просто работает а вот для меня допустим если у меня три или две тысячи в месяц у вас есть тариф стандарт можно поинтересоваться какие интересы выставляете мы блок частных инвесторов сравниваем у кого какие комиссии ну есть такой канал правильные инвестиции в ютубе он точно ни к какому брокеру не относится просто ну тариф стандарт смотрите вознаграждение от 0.03 до 0.07 в зависимости от от оборота от оборота дневного соответственно если менее миллион рублей то 7 соток ну наверное а если у меня средние издержки брокерские ну допустим 2 я понимаю некоторые месяца до 5 доходят ну что бы ты для меня посоветовал только стандарт я бы посоветовал там еще клиринг это сведение счета 150 200 рублей да будет 200 да ну наверное скорее всего я бы что посоветовал да я бы посоветовал определиться с целями какие цели вообще в принципе инвестировать потому что торговать я знаю какие у меня цели инвестирования точно я думаю что всем этот район кто ты знаешь какие у тебя цели инвестирования ну у меня цели инвестирования излечения прибыли из рынка сколько процентов ты имеешь ввиду какой риски я на себя беру я подключен к сервису и риск рассчитывается эффективным то есть риски эффективны это не вопрос брокера нет нет я не про это не спросил просто все больше и больше клиентов уходит от активной торговли потому что не хотят тратить время не хотят заниматься активными спекуляциями платить комиссии брокеру не хотят это понятно я считаю что bind hall это мертвый подход есть омертвелые счета на нашем рынке которых 90 процентов это путь в никуда купил и держи этот подход не работает очень давно есть такой подход это мы не придумали велосипед это робо-адвайсинг который уже очень много лет работает страшный подход в россии просто нет робо-адвайзеров они устарели платформы не актуальны логика алгоритмические подходы там ужасные ужасные буду спорить покажите мне пиф пожалуйста на робо-адвайзере и покажите чтобы этот пиф был за пять последних лет ЦБ к нему претензий не имел и я более-менее вам поверил вот если у компании доход пиф на робо-адвайзере который вот такой очень крутой суперский и уже капитал растет у этого пифа и доходность высокая рынок его замечает и ЦБ претензий не имеет по аудиту потому что у нас только пифы проходит аудит по аудиту он проходит а остальное все брокеры говорят просто как маркетинговый вот если брокера взять за шкирку то он скажет да это у нас доходность мы вам рассказываем как маркетинг как рекламу не будем так говорить громко но в принципе окей управляющим и говорим все таки про робо-адвайзер если мы говорить о платформах хорошей или плохей мы не будем я кстати хочу сказать вот это видео там ставьте лайки но оно будет огромное большое большое видео потому что я буду ходить походить по всему мероприятию еще выйду и потом запишу как мы кофе пьем потом ссылку могу тебе дать да не вопрос значит в принципе мы пришли к тому что многие клиенты отказываются от совершения большого количества сделок потому что причина одна время эмоции решение робо-адвайзер так это наверное скорее всего если мы не придумываем не говорим о том что мы не придумываем велосипед это то что это простой умный сервис для клиентов которые знают цель проблема в том что эти робо-адвайзеры не имеют аудированной отчетности вообще нет ваша отчетность вы ее можете выкинуть в мусорное ведро она никому не нужна вы компания вы предоставляете какую-то некую отчетность которая не аудирована вот допустим она она должна быть аудирована либо в пифе у нас все на робо-адвайзере есть пифе давайте посмотрим результаты весь робо-адвайзинг это все пифы то есть все пифы это робо-адвайзинг на основании вашего возраста годового вашего дохода и парочки ответов у нас 8 вопросов 8 ответов есть мы составляем ваш инвестиционный профиль соответственно на основании инвестиционного профиля мы вам предлагаем портфель который будет состоять из 7 наших фондов ну и соответственно процентное соотношение облигации будет определять робо-адвайзер робо-адвайзер спасибо большое в общем мы зайдем на сайт компании доход смарт.доход-ам.ру и можете прочитать философию я хочу обратиться ребят прочитайте именно философию философию философии именно вот этого продукта потому что торговать самостоятельно и постоянно нужно иметь очень много времени и Ратислав можно тебе вопрос проблема торговать самостоятельно и активно человек уже 4 года инвестирует и активно инвестирует у всех разные есть временные возможности но ты бы отдал свои деньги в робо-адвайзер у меня проблем нет со своими собственными инвестициями а робота подключил бы к собственным инвестициям это не роботы это умный калькулятор который на основании у тебя умный калькулятор? не знаю у меня стратегия устраивает давай пробуем ну ладно господа мы вас оставляем потом Ростислав расскажешь свои впечатления про смарт я просто отдаю здрасте здравствуйте здравствуйте а мы с вами виделись я даже выложил в прошлом году видео ну нет мы просто мы хотели бы узнать какие по Сбербанку нет вы же здесь стоите вы должны презентовать сми сми ну а почему это же общественное место мы имеем право ну покажите как вы работаете покажите какие Сбербанк Толик Сбербанк такая организация она считает что она не может ничего не показывать ну что ж такое мы хотим поинтересоваться какие у вас комиссии расскажем про комиссию я не могу выключить у меня единый файл мы уже ходили мы уже поинтересовались пришли на ваш стенд вы же сюда пришли работать покажите да мы как-то мучаем людей мы мучаем их ну а так вот Сбербанк работает а почему ну нормально он работает ничего страшного не хотят люди сниматься как хотите да ничего страшного ничего страшного пойдемте тогда в БКС здравствуйте здравствуйте у нас видеоблог спрашиваем брокерские компании какие у них комиссии какие у вас комиссии спрашивают на счет рынков какие у нас да ты начал разговор давай иди на российском рынке да да какие у вас лучшие комиссии хотите попасть на видеокадры можно в канал правильные инвестиции Олег хочешь попасть на да 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 мне в принципе жальский ну какие у вас касательно если рассматривать фондовый рынок самый либеральный популярный тариф среди наших клиентов называется профессиональный комиссия комиссия берется следующий этап от оборота чем больше оборот тем меньше комиссия так же как у всех брокеров берется комитарная комиссия если в течение месяца совершенная сделка и биржевая комиссия и минимальное вознаграждение брокеров то видео получится очень футуристическим вы будете сиять синими цветами причем такими прям такими что лица вообще не будет видно надеюсь хотя бы звук вас слышит да без проблем ну есть одна проблема для меня у меня средние сдержки как у клиента где-то ну я ориентируюсь на 2000 в месяц комиссионных по многим у вас есть проблема с тем что 30 по-моему 2 рубля или 3-4 да у меня у меня это немножко напрягает потому что мне это совсем с портфелем ценных бумаг мне это дорого у меня допустим я один лот исключаю ВТБ за 300 рублей ну хочешь подержи я один лот исключаю ВТБ меня можно отдаст всем привет нашим зрителям вот и соответственно с одного лота ВТБ который я включаю и не включаю внутри дня я отдачу 35 рублей плюс 20 соответственно там один лот новотека я включаю и включаю там плачу 12 тысяч плюс 35 ну уже не проблема там один транснефт у меня не туда как тем не попадает то есть там 160 тысяч включаю выключаю 35 рублей там вообще не проблема по процентам мы так выберем не я работаю с портфелем который аллоцируется и какие-то выключаются бумаги получаются каждый день да и причем по 5-6-7 эмитентов реально это реальная история что там ВТБ из-за того что маленький эмитент маленький лот он может каждый день почти не будет то плюс то в минуту маленький да и вот эти маленькие эмитенты постоянно присутствуют опять же отказаться этого не могу потому что мне важна дельта доходности на рынке это дельта доходности очень эффективно то есть я извлекаю прибыль из цены бумаги если я этого не делаю прибыли никакой не извлекаю позиции разрушаются и как бы дальше начинает работать эти очень умные гениальные доверительные управляющие но они по мне ничего не получают самую силу поэтому можно погромче ну вот я сказал какую свою проблему как ее решить в БКС и я у вас относительно дариф нет дариф профессиональный как бы вы сказали самый дешевый дариф компании какие просто вопросы относительно если у вас допустим счетно словно говоря состоит из 10 тысяч рублей то процентном отношении комиссии для вас будут 1 если у вас счетно состоит из 10 тысяч долларов то те же процентные комиссии будут совершенно меньше ну я буду платить БКСу из-за особенностей финаму я буду платить где-то там по 500 рублей в день БКСу я буду платить 350 рублей у меня в Китфинансе сейчас я там плачу 50 рублей в день вот 350 7 тысяч в месяц а у меня 2 если я перехожу к вам то я увеличу косты в 4 раза из-за вот этой особенности тут единственное что может быть например решением этот переход на то срочный рынок превращается гораздо более ну на нем нельзя сформировать устойчивую инвестиционную структуру а если вы маленькими лотами скеплируете я знаю я знаю людей которые имеют эффективные портельные решения эти портельные решения конвертируют в производные и говорят что имеют около 5% минусов к рынку то есть отрицательную дельту доходности из-за экспирации то есть при удержании долгосрочном тренде они постоянно теряют и они говорят мы не хотим нам это не интересно то есть они закрываются производные производные это такая игра там лотерея мы крутим в казино кидаем шарик тогда отлично а если мы говорим про извлечение дельты доходности то люди вкладывают и маленькие и большие суммы и отказываются и говорят нет к сожалению не нужно из-за особенностей из-за того что нельзя сформировать портфель из долгосрочных производных контрактов которые не экспирируются то есть они не совсем ликвидные длинные контракты длинные фьючерсы а короткие бумаги из как бы опять же с человеком общаюсь не я сам вроде гипотетически теоретически перейти без убытки даже с прибылью можно но у человека 50 торговых стратегий и он говорит у меня вот как бы не получается переходить все таки по теории у меня почему-то получается переходить хуже теории поэтому 2000 это мои косты и скот я могу сказать так что тарификация тарификация она обсуждается не раз и прежде всего соответственно у вас я понимаю поэтому это уже скорее вопрос а профессиональный тариф это что там какие издержки на профессиональный тариф у вас 35 с половиной рублей это минимальное дневное вознаграждение ну вы на торговали например за день у вас ушло 30 рублей на комиссии а вопрос такой вот эти 35 рублей если я совершил 10 эмитентов 10 сделок я не 350 заплачу это за день за день да за нами вы узнавали как вы платите эту комиссию 47 рублей за сделку или за день за сделку вот просто может быть это за день ааа ну значит за сделку это слишком много вот представьте мы выставили ну да берем 2000 делим их на 22 получаем 100 рублей в день это где-то я как несу издержки просто представьте если у вас например минимальное вознаграждение 35 рублей 40 копеек за день да мы это уложим например на 20 дней у вас получится 700 рублей за месяц это минимальное вознаграждение если вы будете каждый день на 20 дней торговать в месяц ну пускай там даже 800 допускай да это не за сделку минимальное вознаграждение нет это совсем другое разговор потому что там есть 7-8 тысяч а здесь получается разницы никакой а процент процент еще какой-то с меня кроме этих денег снимается если вы говорите минимальное вознаграждение за день то одно от общая все ваши сделки соответственно по 3 процента мы с вас возьмем 0,05 процента если округлять за сделку ну вот минимальное 35 минимальное 35 рублей да а выше то есть какой процент я плачу у меня сейчас это 0,05 процента у вас 0,05 процента 0,05 процента 0,05 процента ну почти 6 0,05 процента это максимальная фиксированная комиссия сожжет на фонда 0,05 процента это максимальная комиссия сожжет на фонда 0,05 процента чем больше ваш оборот тем меньше у вас вы например на торговали у вас получилось 25 рублей за 1 ну так вот сделки совершили допустим на не знаю 0,05 процента потом подсчитываем вечером сколько вы вы принесли до минимальной мы добавляем 10 рублей я почему-то на сайте не смог в БКС позабраться по поводу этих 35 рублей вот как-то у меня не получилось это сделать в том что вы можете посмотреть приложение регламент по БКС отдельно по тарифу там около 100 страниц есть оглавление по тарифу очень сложно можете зайти в конкретные главы профессиональные там буквально две странички там все все что только есть прописали любые вообще издержки прописали тариф профессиональный я подумаю об этом тарифе поэтому не серьезно все спасибо большое соблазняют нас говорят что на профессиональном тарифе небольшие косты а как можешь вылечить мне интересно просто повторяться что я сейчас решил 35 рублей в день 35 рублей в день минимальное и плюс еще 8 см от оборотов задних надрезан сколько процентов запасите максимальный 500 300 это самый низкий тариф 35 рублей так это минимальное 500 и меньше не но если у тебя портфеля 300 тысяч рублей для тебя это не проблема ты так сделать даже если не важно это где то 300 тысяч рублей это не проблема хорошо мне будет интересно подытоживая просто процент могу ли я что то сэкономить от текущих костов по процентам то есть вот эти две тысячи я пересчитаю и если если у меня у вас будет получаться полторы я к вам перейду это тише да все не ну дороговато все дороговато так ну все можно его двигаться снять а я хочу этого товарища подождите мне минут 10 я этого славлю нашего который на конференции появляется вот этот старичок все давайте с 8 хотя и в дальнейшем в ближайшие годы мы сможем реализовать так называемую компенсационную платформу когда все действия по покупке боев можно не против попасть в видеоблог как ваше впечатление о Дня Петербургского инвестора барахло как всегда классной фейк что-то вообще что-то какое-то зерно подловили здесь что-нибудь интересное только в частных беседах то есть тусовка то есть сами люди могут быть интересными а спикеры ничего нет даже спикеры говорят в частных беседах совсем не то что на сцене представьтесь кстати Сергей Оленик блогер да и наш постоянный участник трейдерфеста да вот выступал сейчас скажу кто был Блохин как его фамилию забыл вот когда он начинает беседовать да Борис Блохин на вопрос интересного московской биржи оказывается биржи готовят акционы на акции на акции отличная идея мне кажется это будет лучше потому что волатильность будет уже меньше ну не в этом даже дело потому что народ не будет бояться сейчас боятся на сам базовый актив на сам базовый актив ну и потенциально это уменьшение стоимости страховки ну не факт ну не марш ну не марш может по-разному грец все будет зависеть от того что хорошо бывает только благ ну ладно побегу не буду вас беспокоить ну ладно побегу не буду вас беспокоить торгуемые как обычные ценные на обед в чем преимущество оборудования они не понравились чтобы вы вы про 4 миллиарда? вы это не вы не задираете нос перед летом 2011 года в июле это же был уже а нет то не было перед обвалом августом 2011 года и место очень сильно оптимистично наш рынок оценили когда уже корректно если надумаешь куда-то что ну это это ну что л что